Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Греша. Номер 78. Насчитывается Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и комментариями. Колоссянам 2 глава 1 стих. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владе Кии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Толкование Блаженного Феофилакта. Намереваясь приступить к учению, он наперед указывает на свою великую любовь к ним, чтобы получить большее доверие. Беспокоюсь, говорит о вас, но ставит наряду с ними и верующих владе Кии и других, очевидно с тем, чтобы они не пришли в смущение, додумав, что причиной этого их слабость. Почему же ты беспокоишься? Разве замечаешь что-нибудь худое в нас? Потому, говорит, что вы не видели лица моего, но прибавил в плоти, удивительным образом показывая, что они непрестанно видели его в духе. Колоссянам 2.2. Толкование. 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 Но желаю, чтобы и уверенность в этом познании была в вас сильна. Или желаю, чтобы вы были убеждены разумно, а не безотчетно. Как же эта тайна Бога? Та, что через Сына совершается наше привлечение к Богу, а не через ангелов. Колоссянам 2.3 В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Толкование. Он один знает все. Если же он один мудр, то мудро, конечно, и пришел в последние дни. А недавно и напрасно некоторые неразумные нападают на это. Сказав сокровища, указывает на их множество. А словом «все» показывает, что ничто Богу не безизвестно. А выражением сокрыты, что один он знает и у него должно просить мудрости и знания. Но заметь, если и окажется, что он сказал нечто особенно великое, то и это, в котором сокрыты сокровища, сказал применительно пониманию людей очень простых. То есть сказал применительно к людям, а не так в действительности есть. А вот это никак не ухватит. Применительно к людям. Надо знать, что это за люди были. Ибо Бог есть самопремудрость и самоведение. Самоведение. Какое слово-то? Самосущественная сущность. У нас если есть брата, какая она от Бога. А Бог или любовь есть, она от Бога. Всякая добрая. А Бог самосущественный. Вот это надо тоже знать. Самопремудрость. Колоссянам 2.4 Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Толкование. Это, то есть, что в Христе все ведение. Сказал я для того, чтобы кто не прельстил вас. Что до того, что если кто красно говорит, или красно, наперед знайте, что если такой человек говорит не на Христе, то он говорит одни паралогизмы и софизмы. Вот говорят, выступает, я был на открытии памятника Кирилла Мефодия, патриарх Алексей говорит, я не знаю, там минут 15-20, слова Христос вообще нет. Выступает Христос и Библия, как будто бы эти слова совершенно им противопоказаны. Выступает среди депутатов, патриарх вот этот. Говорит там о канализации, обо всем говорит. Ни о Христе, ни о Библии, ни одного слова нет. Да что это? Совершенно неверующий или как? А вот такие слова, наворачивает, наворачивает. А откуда это взяли? Слова, которых в Библии нет. Софизма, паралогизма. Вот там выступает Иларион Алфеев. Такой умница, грамотный, и музыкант, и композитор, и все. Говорит, как будто никакого Христа нет на земле. Но у того больше встречается, чем даже у патриарха. А уж про священников некоторых говорить, лучше бы не говорил. Холод сибирский изо рта. Дальше. Колоссянам 2.5 Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Толкование. По связи речи нужно было сказать, хотя я и отстаю плотью, но духовно вижу обольстителей. Он же в похвалу обратил это слово. Слушай, ибо не только, говорит, вы не пили, но у вас никто не поколебал порядка и твердой веры вашей. Как в боевом строю хороший порядок делает фалангу крепкой, так и церковь тогда бывает тверда, когда в ней добрый порядок, любовь соединяет всех и нет разделений. Ни одной церкви нет, ни одного храма. Все разные люди ходят, лишь бы только свечки купить. В боевом порядке. Как кони, говоришь, через брус тверые ямы готовые. Ну и вера уже сама по себе составляет твердую опору, потому что не позволяет вкрадываться иным помышлениям, которые, вводя раздвоение, колеблют внутренний строй. Вот когда интонация, проще читаем, это внутренний строй, не устройство. Это внутри. То есть, такое безразличное легкомысленность. Колосянам 2.6 «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Толкование. «Ничего нового не вводим, но что вы приняли, того и желаем опять. Господа и Иисуса Христа, а не ангелов, ибо Он есть путь, приводящий к Отцу. Такой путь не в ангелах, ибо этот путь не ведет туда». Вот они в одном месте только замечены бы ангел, и он теперь непрерывно долбит и долбит. Слово «ангел» встречается один раз только. Послание-то. А Феофилак-то непрерывно долбит его. Вот 14 глава послания к римлянам. Там говорит об еде слово «свиной» даже не упоминается. А он 10 раз говорит «свяное мясо», «свяное мясо», «свяное мясо». И вот сегодня наши ничего не понимают это. Едят свинью. 10 раз, 10 я посчитал. Феофилакт. Колоссянам 2.7. «Будуще укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевай в ней с благодарением». Толкование. То есть, стоя неподвижно и не склоняясь то ко Христу, то к ангелам. Опять об ангелах. Ибо укорененные никогда не передвигаются. Показывает, что они пали, так что нуждались в восстановлении, то есть во вторичном построении на Христе, как на основании. То есть, твердо держась Христа посредством веры, а не рассуждений и словопрений. Ибо шаткостроение, если оно и на фундаменте, но не твердо будет стоять на нем. Опять ставит слово «как», чтобы они, если не другого чего, то самих себя устыдились бы. Итак, и в словах «как вы научены» апостол положил как бы основание, а в словах «преуспевая» указывает на здание. Не должно изменять прежде принятое учение, а преуспевать в нем, ставя себе в честь нечто преизбыточествующее, показать в своей вере, благодаря Бога за то, что Он удостоил нас такой благодати, и не приписывая самим себе этого преуспеяния. То есть ничего изобретать не надо, не кеоцареградский символ веры, кредо наше. Теперь святые отцы, как говорят, тут еретик встречается, вчера пришлось одного черный список занести. Непрерывно выворачивает и все. «Зачем? А у меня есть свой разум. Ну и сиди дома со своим разумом. Я в одних жил, ну на квартире там у дедушки, ну и сын у него приходит. А зачем? Верить надо. Все надо, я так получу от Бога. А как ты получишь? Ну объясни, как ты получишь? А что Бог все может дать? Конечно, все, что полезно было. Ну, я говорю, вот мы живем далеко от проспекта, а там трамвайная линия, живем в стороне. Помолись сюда, чтобы трамвайная линия зашла в комнату, чтобы не выходить тепленькому залезть. Вот ему надо такое сделать. Ну и что, потерял все, ничего нету. Запился и ушел. Колоссянам 2.8 Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, толкование. Есть тать. Тайком он подкрадывается, незаметно подкапывает. Он стены снизу, намереваясь обокрасть ваш ум. Итак, берегитесь. Показывает и путь, которым приходит тать. Это философия. Но так как... Видишь, каким путем сатана подкапывает. И теперь, вопреки всеобщему мнению, где-то там святые отцы так понимали. Он по боку. Новая сектор родилась. Он подкапывает. Ты не давай ему. Заметил куда-то калибрится он. Сразу на молитву, со слезами. По стому молитвой дави его. Но так как почтенным считается имя философии, то добавил. И пустым обольщением. Ибо есть и обольщение доброе, о котором говорит Иеремия 27. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. И Иаков, казалось бы, обольстил Исава. Но это не обольщением должно называть, а домостроительством. Бытие 27-28. По преданию человеческому. Видишь, от чего обольщение? От того, что приходят человеческие мнения. Христианская же вера не человеческое учение. Поэтому и не получит такого наименования. Наконец, начинает обольщать в наблюдении дней, называя стихиями мира, солнце и луну, от которых дни, казалось бы, получают то или другое свойство. И не сказал наблюдения дней, но всего настоящего мира, чтобы показать ничтожество его. Ибо если целый мир ничто, то тем более стихии. Если бы и возможно было, говорит он, служить пополам и Христу и стихиям, то и тогда они должны повиноваться последним. А теперь они и вовсе удаляют вас от Христа. А наблюдения дней были не только эллинские, но и иудейские. Первые происходили от философии, а вторые и от закона. Колоссянам 2.9. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Толкование. То есть то, что есть Бог, слово, в нем обитает. Но чтобы, услышав слово обитает, ты не подумал, что он находился под действием силы, как пророки. Ибо вселялся в тех Бог по слову. Вселюсь в них и буду ходить в них. Какой-то Коринфянам 6.16. Он присовокупил телесно. То есть, что он не какая-нибудь энергия, сила, но сущность, как воплотившаяся и составляющая одну ипостась с воспринятым. Или по слову святого Кирилла, так живет, как душа в теле. А обитает она в теле существенно, нераздельно и неслиянно. Но душа отделяется от тела во время смерти. Бог же, слово, никогда не отделяется от воскресшей плоти. И во гробе был с нею, сохраняя ее тление. И во аде был с душою, возвещая и давая свободу пленникам. И вообще, единение души и тела было и тогда, когда они разделились во время добровольной его смерти. Колоссянам 2.10. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Толкование. Вот как сказал. Вы нисколько не ниже его, так как и вы исполнены божественности, но только в нем, то есть через воспринятую Христом плоть. Ибо когда природа наша соединилась с Богом, и мы в нем приобщились к божественной природе. И повсюду Павел желает нас приблизить ко Христу. Например, когда говорит, воскресил с ним и посадил на небесах в Иисусе Христе. Ифисянам 2.6. И если терпим, с ним и царствовать будем. 2 Тимофея 2.12. И когда называет нас сонаследниками. Римлянам 8.17. Не как единосущного нам поставляет его главой, но выше, как источник. Итак, как же вы, оставив его, прибегаете к ангелам, которых он есть глава? И всем этим он совершенно разбивает ложное учение об ангелах. Я посчитаю, сколько раз он слово ангел употребляет и сколько есть. Раньше не думал, допустим, о свинина, синое мясо. Десять раз. Теперь у меня данные есть. Значит, это действительно надоело ему. Колоссянам 2.11. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с овлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, толкованием. Дивное благодеяние, что вы во Христе получили обрезание, ибо нечеловеческая рука совершила это обрезание плоти, но Дух Святой. Обрезывается не часть, но весь человек. Там через обрезание, через снятие покрова плоти, обнажалась часть тела. Здесь же тело наше избавляется от греха, который мы совершаем плотью. И таковое обрезание совершает не закон, а Христос в крещении, совлекая с нас ветхую жизнь, жизнь греховную и вообще плотскую. Колоссянам 2.12. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Толкование. «Что назвал обрезанием, то теперь называет гробом. Выставляет в сравнение нечто большее, чем обрезание. Ибо обрезанное не просто отбрасывалось, а погибало и истлевало». Обрезанное, то есть, ну что, отрезали. Края обрезания выбрасывалось. Спрашивали, а где они их хранят? Смеются, говорят, синагогу там обокрали, но из святыния обрезания эти, обрезки украли. Это неправда. Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Господа. И умирая, как ветхий и греховный человек, не гробом только, но и воскресением служит крещение. Каким образом? Через веру. Ибо уверовал, что Бог может воскресить, и имея пример этого воскресения Христа из мертвых, мы таким образом двояко воскресли в Господе и упованием воскресения, столь несомненным, как бы уже получили его, хотя оно еще будет, и духовно отбросив мертвенность греховную и восприняв оживление духом. Колоссянам 2.13 «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Толкование. «Христос, — говорит он, — прияв смерть телесную, оживотворен Отцом, и говорит так не потому, чтобы Христос Господь сомнимощен был оживить себя, но чтобы все возвести к единому источнику. А что воскресение Господа есть и собственное его действие, об этом он сам говорит? «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иоанна 2.19 «И опять говорит са, явил себя живым по страдании своем». Деяние 1.3 «Вы же, подвергшись греховной смерти и будучи необрезанными, то есть имея во множестве и излишестве плотские помыслы, которые вас умерщвляли, оживлены вместе со Христом. Ибо как он восстал телом, так вы духом. Но восстанем без сомнения и телом». Но великий Иоанн дает разуметь, что и иначе можно понимать умерщвление. Ибо, говорит он, «по причине падения мы находились под осуждением на смерть». Но смотри, чего он нас удостоил и каким образом он освободил нас. Колоссянам 2.14 «Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и привозил ко кресту». Толкование. «Поскольку сказал, что он даровал нам то, что бы ты ни подумал, что он все же оставил их быть где-либо, и видимыми, говорит, нет, не так, он совсем изгладил их». Вычистил. «Под рукописанием мы будем разуметь или договор, который как бы собственноручно заключил народ с Моисеем, сказав, «все, что сказал Бог, будем исполнять и станем повиноваться». Исход 19.8. «Или условия, которые поставил Бог Адаму, сказав, «в тот день, в который вкусишь, умрешь»» Бытие 2.16. «Оно-то в руках дьявола было, как бы рукописанием, оно-то противостояло нам, не дозволяя подняться, ибо за ним было право. Это уничтожил Христос учением, то есть верой, ибо не делами, а учением веры разрушил то, не вычистил это только, но и взял от среды, то есть сделал, чтобы его не видно было, и ни нам его не отдал, ни саму себя не сохранил, но, пригвоздив ко кресту, разорвал, как свойственно, прощающему с радостью, ибо все мы были повинны греху и наказанию, но Он, Сам безгрешный, наказанный за нас на кресте, разрушил грех и наказание, посему на нем и разорвал рукописание. Колоссянам 2.15 Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Толкование. Апостол говорит это о силах дьявольских, или потому, что они были облечены человеческой природой, или потому, что сам Сын Божий, сделавшись человеком, знал наготу их и открыл ее, то есть оказался непобедимым для начала властей. Ибо если он и принял на себя грешную природу, но без греха, сказанное можешь понимать так, дьявол властвовал над человеческой природой двумя способами, посредством страстей и болезней, посему и Господь облегся в тело для того, чтобы бороться за нас против начал и властей дьявола. Я не буду говорить о том, что он еще в самом начале при принятии святой своей плоти сокрушил их, будучи зачат без похоти и рожден без болезней. Но однако, и после того, как родился и пришел возраст, он был искушаем, прежде всего, на горе приманками удовольствия, искушаем непосредственно от врага. Приманкой чревоугодия, любостяжания, тщеславия и победил за нас. Потом скорбями искуситель склонял его ненавидеть ближних, навыщая против него фарисеев, книжников и лиц, облагодетельствованных им. Но был не в силах исполнить это. Наконец, употребил самое сильное средство, пригвоздив его ко кресту. Но Господь не только не ослабел от всего того, чего желал враг, но и молился даже за распинающих. Таким-то образом на кресте он совершеннейшим образом отнял силы у начала властей. И как приобщившиеся нашей природы даровал и нам, подчинившимся им, это отнятие силы и у начала властей. То есть, сделал, что они посрамили себя, ибо дьявол никогда не посрямлял себя так. Он надеялся овладеть Христом, а лишился и тех, которых имел. Стоящее жив в греческом тексте слово явно употреблено вместо всенародно. Что имел? Христа. Как говорится, когда Ян Хреститель попал в ад, атош затрещал. До каких пор дьявол будешь тащить? Святость не может удержать. Там были люди все. Авраам, Исаак, Иако, все. И теперь он приобретает как бы Христа. Христос разломал все припоры, сломил вереи железное и вывел пленных на свободу. Принял плен и дал дары для человеков. Вот как. Если бы мог, дьявол сделал бы все, чтобы уверить людей, что он не умер. Ибо в этом заключается его великое поражение и уничтожение подвергнуть смерти человека безгрешного. Это Таразаконие 19.19. Вот это вот сатана обуял сегодня. Два миллиарда людей не верят в это. Не верят. Больше тысячи лет. А он не умирал. Как не умирал, когда он умер? Не умер, это дьявол. Дьявольское учение, когда говорят, что Христос не умер. Вот почему он и произвел бесчисленные ереси, которые утверждали, что смерть была призрачная. Поэтому Господь умер явно, а не воскрес явно, потому что доказательством воскресения его служило все последовавшее за тем время. А для доказательства смерти, если бы не послужило самое время смерти, уже не было бы другого времени. Вот как и ум отвечает. Он в другой раз-то не мог умирать. А то, что он воскрес, вся жизнь показывает тысячи лет каждый день в миллионах людей. Он воскрес, он живет верующим. Вот сектанты никогда этого не говорили, нигде не слышал этого от них. То есть на кресте показал, что демоны побеждены. Триумфом называют то, когда кто-либо, возвращаясь с победы над неприятелем, совершает торжественное шествие, показывая всем связанных и пленников. Посему и Господь, поставив на кресте свой трофей, как бы на всенародном зрелище эллинов, римлян и иудеев, восторжествовал над демонами. Если таким образом не ангелы умерли за нас, а сам Христос, то как же вы говорите, что через них приведены к Богу? Колоссянам 2.16 Как это было вредно, чтобы вот начинает там Матронушка, Ксения, там то другое. Люди не понимают, что как раз это и было у Колоссян. Спасает Христос. Вот ходят там земельки, дай замуж, выйти, всякие просьбы, как будто Бога никакого нет. Колоссянам 2.16 Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Толкование. Доселе говорил загадочно, чтобы кто не увлек вас обольщением. Теперь же яснее, когда упомянул о благодеяниях Божьих, ибо если, говорит, вы достигли такого величия, то для чего подчиняйте себя маловажному? Итак, не подчиняйтесь тем, кто вас осуждает за несоблюдение иудейских церемоний в пище и питье. Этим он будто хвалит их, как чуждающихся иудейства. О каком-нибудь празднике сказал потому, что не дерзали сохранять все, ибо если они и субботствовали, то не так строго, так как исповедовали христианскую веру. Таким образом показывает, что напрасно такое наблюдение, когда не все наблюдается. Оно только ведет к нарушению всего, ибо если было бы хорошо, то соблюдалось бы всецело. Холоссянам 2.17 Это есть тень будущего, а тело во Христе. Толкование. Грядущими называют благо нового завета, ибо грядущими они были по отношению к ветхому завету, существовавшему дотоле, пока было его время. Колоссянам 2.18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом толкованием. Одни ставят знак на слове во Христе, чтобы такой был смысл. «Ветхозаветная была тень, тело же, то есть истина, Христова есть». Какая же нужда хвататься за тень, когда присуще тело, а другие соединяют эти слова с последующими, чтобы так можно было понимать, тело же Христова, то есть вас, никто да не обольщает, то есть лишает, ибо это значит, когда один одерживает победу, а другой получает награду. Вы победили дьявола и стали выше, зачем же опять подчиняться греху через соблюдение закона, который не может оправдать. Люди не могут что-то оправдать где-то, в судах решают неправильное дело, что немедленно надо канонизировать Ивана Грозного, ему молиться, он наведет им, он рубил им голову, этим судьям порубит, понимаете, понятие какое, и сейчас везде-везде там эти щупайсы, Абрамовичи, захватили все, евреи-то, жидовская страна, что делать? Канонизировать Гитлера, и уже икона его стоит все, Сталина, он евреев ненавидел, и Сталин стоит с одной стороны Александр Невский, с другой Дмитрий Донской, и Сталин стоит, держит Библию, икона уже в храмах, и сегодня новую икону, Моторола этого убили, Павлова, Арсена, святой, А что? Он будет покровитель, никогда не додумаешься, лифтов поднимать, его там убили, взорвали в лифте, и поэтому он покровитель лифтов будет. А почему? Ну а почему Артемий от живота? Потому что ему камень положили, внутренности вылезли, ему молятся, а зубной боли, кому антипи, голову отрубили, а там зубы во рту. У православных прямо продается это все. Узко специализированные. Иначе. Властвующего над нами победил Христос, а не закон. У него и должна быть награда, а равна и у вас, составляющих тело Христова. Каким же образом это даруемое вы уступаете закону? Совершенно ясно, что если мы живем еще по-иудейски, то закон господствует над нами, и через него мы надеемся спастись. Если же закон тень, Христовы же дела тела, то прежде нам следовало свыкнуться с тенью. Посему справедливо он поплатился в последние дни, чтобы нас привести к Отцу. После того, как исполнил их негодование, показав, что с ними хотят поступить злодейски, лишить их награды, апостол излагает и самый юридический догмат, говоря, они хотят вас лишить награды, прелестив кажущимся смиренно-мудрием. И точно так и здесь. То есть, их ангелам нельзя вот за каждым пустяком-то лезть, а тем более к этим, к патронушкам-то. Тут и так понятно-то. А там очереди записываются разные власти и в головку поцелуют. Ты понимаешь, что ты делаешь? Это еретический догмат. Вот обязательно в каждом доме, чтобы были мощи, мироточение. Это вот, еретический догмат. Ибо недостойно говорили величие единородного учить, что единородный привел вас к Отцу, так как это больше, нежели сколько сообразно с человеческой малостью. Почему основательнее полагать, что вашему приведению к Отцу послужили ангелы? Исходя из этой мысли, они вводили в особое служение ангелам и убеждали простосердечных к ним обращаться, будто к нашим спасителям. У православных это православное учение, ни шагу, никуда. Обязательно к сении обратиться, к такому-то святому. И они, никогда не видавшие ангелов, утверждают, они кто и то, как будто видели их. Напрасно, говорит, надмиваются своим учением, которое есть дело плотского размышления, а не духовного. Не обличает ли огрубелости их ума то, что они отрицают сказанное Христом? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иоанна 3,16 За людей и опять и за них я посвящаю себя. Иоанна 17,19 Я посвящаю, Христос посвящает, не Матронушка. Еще Жизнь мою, полагай, за овец, есть у меня и иные овцы, которые не сего двора. И тех надлежит мне привезти. Иоанна 10,15,16 Много и других подобных мест. Итак, как же выше сказал, смиренно мудрие. Смирение их было кажущееся, а не действительно. Вот так. иначе надмивались как упорные догматисты. Слава Иисусу Христу! Не допускавшие даже, что им предлагаемо было истинное учение. Хотя и настаивают на своем учении посмиренно мудрию, но его они не имели, а только говорили смиренно. Заклонно быть за нас единородному, это больше, чем потребно для людей. Не помиря их, не подстатим. Все. Все, Роман.